Если мы говорим о потребности человека во сне и о том, как недосып влияет на работоспособность, то здесь, конечно, нужно отметить совершенно прямую зависимость. Дело в том, что если человек не спит, то никакого альтернативного способа отдохнуть и привести себя в рабочее состояние не существует. Действительно, в странах Запада такая ситуация очень типична, когда человек недосыпает, компенсирует недосып приемом соответствующих препаратов. Но, как я уже сказал, отсутствие сна скомпенсировать невозможно. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, как психолога, нормальные цивилизованные страны могут себе позволить и обеспечить, скажем, возможность людям приходить на работу попозже. Раз. Обязательно предоставить им возможность того же самого послебеденного сна, давно забытого и абсолютно незаслуженно забытого. То есть, вообще, не стоит, наверное, из людей выжимать по максимуму тогда, когда необходимости в этом особо нет. Пусть придут попозже, пусть там уйдут днем, где-то поспят, может быть, в парке или в какой-то специальной комнате. Ничего тут такого плохого-то нет. А наибольшая работоспособность, по как раз-таки данным психологии, эргономики, она достигается только тогда, когда мы именно чередуем периоды работы с периодами отдыха. Если мы работаем сплошняком целый день, 7, 8, 10, 11, 12 часов и так далее, то мы свою работоспособность снижаем. Если мы дозируем нашу работу, если мы трудимся такими урывками, что называется, то мы, соответственно, действуем налогоэффективнее, хотя, на первый взгляд, это может так удивить. Но дело в том, что даже такой очень работящий орган нашего тела, как сердце, он работает именно в таком режиме. Мы знаем, что диастола длится в два раза дольше примерно, чем систола. Соответственно, сердце в основном отдыхает, а не работает. На самом деле, также должен подходить к своему труду и человеку. Я вам скажу честно, вот это вот разделение людей на жаворонков, голубей и сов, это абсолютно лженаучное разделение. То есть, по этому критерию люди никак не отличаются. Другое дело, что действительно, вы правильно говорите, человек, который честно отработал целый день, он приходит домой, и он использует это время. Ему просто скучно ложиться спать, он использует это время для того, чтобы, как ему кажется, отдохнуть более эффективно. Поиграть в компьютерные игры, посидеть в соцсетях, пообщаться с друзьями, с супругом и так далее. Но здесь нужно понимать, что, конечно, это все входит в привычку. Если вы привыкли, что вы после работы приходите, обязательно часа два-три сидите в соцсетях, играете в компьютерные игры и так далее, то избавиться от этой привычки вам будет очень сложно. Но надо это осуществлять, надо это делать, не надо бояться того, что вы там якобы какая-то сова, это совершенно не так. Ваша задача очень простая, это просто привести ваш ритм в соответствии с режимом дня, во-первых, окружающих людей, да и работы, на которой вы заняты. И во-вторых, чтобы вы спали минимум, минимум 7 часов в сутки. Вот без этих условий вы можете делать все, что угодно, считать себя голубем, жаворонком, совой, медитировать, плясать, танцевать, работать, где-то еще специальные какие-то методы применять, восстановление. Но вы всегда будете работать менее эффективно в этих условиях, будете чувствовать утомление. И, между прочим, вот этот знаменитый синдром хронической усталости, который сейчас многим ставят, всякие глупости типа вегетососудистой дистонии и прочее, да может быть даже и синдром раздраженного кишечника. Вот все это увязано с тем, что человек не обучен гигиене сна, не соблюдает режим сна, спит менее 7 часов в сутки и пытается кем-то еще способами скомпенсировать отсутствие сна. Дело в том, что, если, например, вы пытаетесь расслабиться с помощью алкоголя вечером, а утром, наоборот, взбодриться с помощью большого количества кофе или даже энергетиков, конечно, кратковременный эффект от этого будет. Но в долгосрочной перспективе вы просто расходуете ресурсы вашего организма, а восстановить их можно, я еще раз это подчеркиваю специально, только если вы высыпаетесь, только если вы спите, если вы спите не менее 7 часов в сутки. Субтитры создавал DimaTorzok